И в продолжении темы от триумфального чемпионства до неудачного сезона, от огромного числа болельщиков до полупустых трибун. Молодежная хоккейная команда «Стальные лисы» в последние пару сезонов оказалась в тени своего старшего собрата. Однако в нынешнем году подопечные Игоря Андросова в числе лидеров Восточной конференции, а руководство команды решило вернуться к традициям прежних лет. О том, чем сегодня живут «Стальные лисы», узнавал наш корреспондент. В то время, пока команда мастеров на выезде лет арены «Металлург» в распоряжении младших коллег. «Стальные лисы» принимает Нижнекамский реактор. Несмотря на то, что гости находятся в конце турнирной таблицы, вторую игру подряд они ведут в счете. Мы готовились особенно к этим играм, потому что заведомо знали, что соперник постарше, в основной своей массе поопытнее. Поэтому мы отрабатывали некоторые схемы обороны, некоторые варианты атаки. Но что-то получилось, что-то не получилось. Дабы магнитогорские хоккеисты клюшки не опускали, болельщики пусть и минимальными силами гонят команду вперед. «Лисы! Лисы! Лисы! Лисы!» Когда-то матчи «Стальных лис» собирали по несколько тысяч фанатов. Сегодня на трибунах в основном родители и друзья игроков. Оксана Менщикова переживает за сына каждую игру. Говорит, пока самым ярким воспоминанием является дебют Тимофея в составе молодежной команды. «Да, мы были, пришли всей семьей туда. Очень волновались, конечно, за него». После долгого перерыва в клубе решили вернуть болельщиков «Лисят» на трибуны арены «Металлург». Игрокам не хватает поддержки отсюда и не всегда желаемый результат. Для зрителей проводят бесплатные экскурсии по Ледовому дворцу, организуют встречи с хоккеистами. А теперь еще и развлекать во время перерывов решили по-особенному. «У нас в фойе будет вестись большая работа. Кроме вот этого танцевального баттла у нас будут конкурсы. То есть, как мне хочется, каждую игру сделать какое-то такое тематическое. То есть, сегодня есть желание у кого-то может поиграть в настольный теннис. Там на следующую игру мы будем проводить конкурс рисунков. Чтобы народ не просто приходил посмотреть на ребят, но и как-то активно для себя, с пользой и с какими-то приятностями ушел». Первые плоды такой работы уже есть. Юные поклонницы одаривают хоккеистов не только поддержкой во время матча, но и преподносят необычные сюрпризы. «Такой нам красотень. Причем в группе ВКонтакте у нас висячей. Я попросила просто самое теплое и самое нежное пожелание в адрес команды. Но я когда мне принесли, я не ожидала, что это будет вот такое, потому что на самом деле очень красиво. Посмотрите, какие цветочки». Торт с пожеланиями в этот день пришелся кстати. Несмотря на все сложности, Лисам все же удалось вырвать победу у реактора. Пусть и в серии буллитов. Однако почивать на лаврах сами игроки не спешат. «Сколько результат не может устраивать, потому что взяли всего два очка дома, и команда идет в середине таблицы. Мы намного выше их располагаемся. Поэтому не очень довольны таким результатом». Следующую серию домашних матчей «Стальные лисы» проведут против Тольяттинской ладьи 29 и 30 ноября. Руководители клуба обещают болельщикам взамен на поддержку команды множество сюрпризов. Александра Алексеева, Елена Старостина, Егор Суханов, информационная служба, медиагруппы «Знак».